МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа в Воткинске. О самом важном и интересном расскажем вам прямо сейчас. А начнем, как обычно, с новостей Удмуртской Республики. Удмуртия получит более 300 миллионов рублей из резервного фонда президента России. Большая их часть пойдет на завершение строительства городской клинической больницы номер 4 Минздрава Республики. Оставшиеся 27 миллионов рублей на реконструкцию здания физико-математического лицея в Глазове. Целевое использование полученных средств под личный контроль возьмет глава региона. В 4000 домов Удмуртии нужно заменить газовое оборудование. Речь идет о домах, которые построены более 30 лет назад. В них необходимо провести диагностику внутреннего газопровода. В регионе сейчас проходят внеплановые проверки газового оборудования, инициированные управляющими компаниями и жильцами в связи с событиями 9 ноября. Предпринимателям Удмуртии могут продлить нулевую налоговую ставку до 2021 года. Такое предложение накануне рассмотрели депутаты Госсовета Республики на комиссии по бюджету. Если ее продлят, то воспользоваться возможностью смогут только те индивидуальные предприниматели, чей доход составит не более 30 миллионов рублей. Программа по формированию комфортной городской среды начала действовать в Откинске в этом году. Почти 1 миллион рублей вложили горожане в ремонт своих дворов. Будет ли программа реализовываться и далее? Расскажем в нашем сюжете. Программа благоустройства Воткинска рассчитана до 2022 года. Заявки на участие принимаются в управлении ЖКХ администрации города. Жители уже более 60 домов приняли решение навести порядок в своих дворах. Надо сказать, что у нас еще есть места в 2021 году и полностью пустой 2022 год. Граждане могут обращаться, мы продолжаем прием заявок для того, чтобы потом внести дополнение в этот адресный перечень. Для того, чтобы ваш двор отремонтировали, необходимо провести собрание жителей дома и подготовить определенные документы. Вот фотографии на бумажном носителе, вот фотографии на электронном носителе. Здесь протокол собраний, заявка на участие в программе, протокол с подписными листами, дизайн-проект благоустройства дворовой территории. Программа предусматривает финансовое участие собственников в ремонтных работах от 5 до 20% от общей суммы. Существует два варианта софинансирования. Ежемесячные целевые взносы квартплате или единовременное снятие денег со счета текущего содержания дома. Более подробный порядок участия в программе формирования комфортной городской среды размещен на сайте администрации города. Елизавета Парамонова, Валерий Колдомов, Водкинске. В начале ноября жители дома номер 21 по улице Ленинградская получили квитанции и были неприятно удивлены огромными с суммами за отопление. Люди возмущены и хотят выяснить, почему в платежках появились такие огромные цифры. Старший по дому Алексей Ирылов начал разбираться в этом вопросе. Сначала он посетил теплосбытовую компанию «Водкинский завод». Нам объяснили, что с нас сейчас брали раньше одну двенадцатую с января месяца по апрель по отоплению, когда было. А с сентября месяца с нас будут брать по факту, то есть по счетчику. Вот. Я объяснил, если по счетчику, почему тогда такие завышенные цены. Нам сказали, что коммунсервис не вовремя сдал акт о проверке теплосчетчика общедомового. И поэтому с нашего дома, со всех жильцов взяли по нормативам. Далее жильцам посоветовали обратиться в абонентский отдел своей управляющей компании. Там им ответили, что счетчик был неисправен и рабочим понадобилось долгое время, чтобы его починить. Кто будет тогда нам платить эту разницу, раз мы переплатили, кто нам ее вернет? Начальник абонентского отдела мне сказал, что никто вам возвращать ее не собирается, то есть вы должны ее заплатить просто и успокоиться. Больше всего расстроились пенсионеры. Их суммы за тепло превышают пенсии. А ведь целый месяц людям нужно на что-то жить. Если вот все платежки эти собрать, у меня будет где-то 11 тысяч, у меня такой суммы нет. У меня пенсия 6-300, плюс 2-300 доплачивают за инвалидность. И вот если я не наберу вот этих денег. К отопительному сезону должны быть уже давно проверены все счетчики и что народ не должен за это страдать. Вот 10 тысяч я должна за два месяца заплатить за холод в квартире. Такая ситуация сложилась не только у жителей дома номер 21 по улице Ленинградская. Еще 34 многоквартирных дома в Откинске оказались в таких условиях. Это связано с тем, что общедомовые приборы учета, установленные на данных многоквартирных домах, были недопущены к настоящему отопительному сезону. В связи с этим расчет за сентябрь месяц, был произведен по среднему. Пусть нам ответят, объяснят, за что мы должны платить. Вот у меня сумма за тепло 7 тысяч. Если коммунсервис нам ответит каким-то отказом или скажет платить, куда нам обращаться? Жители Воткинска остались наедине со своими проблемами и задаются вопросом, сколько же времени необходимо администрации города, чтобы разобраться и навести порядок в сложившейся ситуации. Александр Леконцев, Виктория Матанцева, Валерий Холдомов в Воткинске. За минувшую неделю в городе Воткинске и в Воткинском районе произошло два пожара. 7 числа в вечернее время суток в результате неосторожного обращения с огнем при приготовлении пищи на газовой плите произошло возгорание носимой одежды на теле девочки. Девочка получила ожоги второй степени. 11 числа в селе Светлое в результате аварийного режима работы электросети произошло возгорание внутри частного дома. В начале ноября мужчина сдал свой автомобиль в автосервис. В скором времени машина числилась в угоне. Был задержан 28-летний работник автосервиса. По версии дознания, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник решил угнать автомобиль BMW X5, который был сдан на ремонт в автосервис. Катаясь на указанном автомобиле, мужчина не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие. Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы и административное наказание. Уважаемые автовладельцы, внимательно выбирайте автосервис, в котором вы планируете оставить свой автомобиль. Уважаемые телезрители, ежегодно 21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. Коллектив ВТВ объявляет конкурс на самое интересное и неординарное поздравление в честь этого праздника. Ваши тексты, фото и видеоматериалы необходимо разместить в обсуждении в группе ТК ВТВ ВКонтакте до 17 часов 20 ноября. Победитель станет обладателем двух билетов на концерт поп-группы Непара. Желаем удачи! Чем еще запомнился этот день в истории города? Расскажем в рубрике «Городские новости» короткой строкой. Воткинцам расскажут о качестве воды в колодцах и родниках. 21 ноября с 10 до 12 часов в управлении Роспотребнадзора пройдет «Горячая линия» о качестве нецентрализованного питьевого водоснабжения. Получить ответы на свои вопросы горожане смогут по телефону 51834. До 19 ноября в Верхней Березовке произошли изменения в движении автотранспорта. Улица Курчатова закрыта для движения транспорта. Такие меры приняты в связи с проведением ремонтных работ, связанных с заменой водопровода. 18 ноября в ДК «Накирова» состоится заседание городского клуба «Я – родитель». На нем обсудят вопросы половой неприкосновенности несовершеннолетних, возрастные особенности детей и методы профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. Начало заседания в 10.00. Еще больше новостей ищите на портале водкинск.нет. Там каждый день новая и полезная информация для вас. 16 ноября отмечается Международный день толерантности и Международный день борьбы с анорексией. Чем еще знаменателен этот день в истории города? Расскажем в нашей рубрике «Даты и события страны и мира». 16 ноября – Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких. Основные причины развития болезни – курение, табачный дым, загрязнение воздуха, контакт с испарениями химических веществ. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, этим недугом страдают 210 миллионов человек. Почти 90% случаев смерти от данной болезни происходит в странах с низким и средним уровнем дохода. 16 ноября 2005 года состоялся Всероссийский день проектировщика в Петербурге. На нем присутствовали 150 гостей, которые решили праздновать эту дату ежегодно. Спустя год праздника хватил три города – Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. А уже в 2007-м на День проектировщика съехались более 2000 специалистов из 15 городов страны. В ноябре 1975 года в Воткинске в доме музея Петра Ильича Чайковского состоялась первая научная конференция, посвященная жизни и деятельности видного горного инженера Ильи Петровича Чайковского – отца композитора. Позднее научные конференции на родине Чайковского стали традиционными. В понедельник, 20 ноября, в эфир телекомпании ВТВ выйдет очередной выпуск программы «Юрий Бычков отвечает». Задать свой вопрос депутату Госсовета Пятого Созева вы можете на портале воткинск.нет до 19 ноября включительно. Сегодня четверг, а значит, воспитанники детских садов готовы снова порадовать нас своими рассуждениями. Новый выпуск программы «Ох уж эти детки» прямо сейчас. Сегодня мы находимся в детском саду номер 13 и тема беседы «Российский Дед Мороз». Дед Мороз – это тот, который людям дарит подарки. Он всем людям дарит подарки или только дети, может быть? Всем. Всем людям? Да. А что Дед Мороз может подарить, например, бабушкам с дедушками? Бабушкам можно подарить кастрюли. Пролазит через окно? Да. А вот такой случай, что вы приходите домой, а в форточке Дед Мороз застрял. Он объелся и застрял там. Да. Как Винни-Пух в мультике. Был такой случай? Нет. Да, был. Был. И как вы его вытаскивали? Мы там гуляли, и там мы не были. Потом перешли, открыли дверь и вытащили. Дед Мороз всем быстрее носит подарки. Санта-Клаус? Медленно. Опаздывает? Да. Летом приносит подарки только? Зимой. Тоже зимой? Да. А тебе Санта-Клаус подарки дарил или только Дедушка Мороз? Дедушка Мороз. А почему тебе Санта подарки не дарит? Давай разберемся. Он не успел. А где он так опоздал? Что он делал такого? Он взял подарки много, и ему было тяжело. Из-за этого он не успел. А подарки-то он всем покупает? Да. Или не все заслужили? Нет. Кто-нибудь плохо себя ведет, нет. Скажи мне по секрету, никому не скажу, ты себя хорошо вела за этот год? Угу. Да. Кто-то ходит подарок, надо на письмо делать и ложить на подоконник. Письмо на подоконник. Так. И он потом сам забирает. Снежинки заболевают. Дед Мороз, это такой дедушка, потому что у которого костерос от холода. Олени его везут. Они умеют летать, потому что они его ушабли. Когда они вырезаются в емках, у лица отпадывает, и олени тоже падают. А куда они вырезаются, Артем? В сарай. В сарай? Да. Или в сарай, ну, во что угодно. То есть олени с Дедом Морозом врезаются? И все, приехали. Да. И все олени разбегаются по лесу. Сейчас зима? Угу. Как ты это понял? Мы ехали вместе качем. А сколько этому дедушке-то лет? Деду Морозу? Ну, ему больше у меня. Ему... У тебя пять? Семь. Тебе пять, а Деду Морозу семь? Две на семь. Семь и два. Семь и два и три. Вот у тебя сколько лет, дедушке? У меня? Да. Девятнадцать. Дедушке девятнадцать. Так, а Деду Морозу сколько лет? Девятнадцать. Ну, он может сделать так, чтобы попасть куда надо. А как это так? Ну, он может сделать портал. Портал. Угу. А какое-то заклинание надо сказать? Да. Какое-то знаешь? Фокус, фокус. Он один живет. Ему не скучно так? У него есть гномы. Гномы у Деда Мороза? Вот он всем подарки дарит, а ему что подарить? Радость. А как это? Как радость выглядит? Ну, надо себя хорошо вести. Угу. Еще что-то? Помогать девочкам, не обижать девочек. Я хочу полумизвенченикса. Это что это такое? Это такая фея. Феечку. Кукла, да? А что тебе нужно сделать, чтобы эту феечку получить? Письмо написать. Так. Давай составим текст письма. Дед Мороз, на великому счету я хочу феечку. Как правильно разговаривать с ребенком? В течение жизни ребенок усваивает речь взрослого и подражает этой речи. И, конечно, если взрослые будут говорить с ребенком неправильно, то и ребенок будет усваивать неправильную речь. Родители должны усвоить два золотых нельзя. Во-первых, ни в коем случае нельзя с ребенком разговаривать его же словами. То есть сюсюкать, как ребенок. Важно говорить с ребенком правильно, четко, ясно и выразительно. Второе правило нельзя. Нельзя, чтобы ребенок называл предметы или объекты окружающего мира звукопроизношениями. Например, ребенок показывает на собаку и спрашивает, кто это мама. А мама ему отвечает гав-гав. Очень важно правильно говорить. Если ребенок, например, не умеет разговаривать, ни в коем случае не нужно настаивать, можно попросить ребенка, покажи рукой на объект или предмет. И тогда мама может сказать, что, назвав этот предмет, как он звучит или какие звуки он издает. Ну, например, мама просит ребенка, покажи на собаку, где собака. Ребенок показывает рукой на собаку, мама называет это собака, она лает гав-гав. Тогда это будет правильно. Как бороться с вирусами? Дело в том, что вирусы мутируют. И каждый год к нам приходит новая группа вирусов, к которой не готов наш иммунитет. Контакты тесные в закрытых детских учреждениях, когда ребенок приходит с утра и уходит поздним вечером. Контакты в семье с вирусными больными, контакты в больших скоплениях народа чрезвычайно опасны. И во время этого контакта нет стопроцентно эффективного лекарственного и даже не лекарственного средства, которое могло бы защитить и предотвратить заболевание на стопроцентно. У нас есть необходимость поддерживать иммунную систему, о чем мы с вами уже говорили. У нас есть необходимость избегать массовых контактов, избегать тесного контакта. Правильно наладить фильтр в детском саду, чтобы недобросовестные мамы не могли втолкнуть группу больного ребенка, который перезаразит весь детский коллектив. При заболевании кого-то из членов семьи желательно изоляция сразу, с первых часов заболевания. Самое интересное, что самый большой поток вируса от человека, от заболевающего, идет в первые часы заболевания, когда он еще и сам не подозревает о том, что он болен. А потом уже, когда идет лихорадка, поток вирусов постепенно, несколько дней снижается. Так вот, заболевающего надо изолировать сразу. Можно использовать, пожалуйста, противовирусные препараты, любые, в том числе и оксалиновую мазь. Но не надо надеяться, что она на 100% вас защитит. Нужны и другие меры. Сегодня детишкам я принесла вот такие щипцы. Они нужны для того, чтобы доставать стерилизованные банки из кипятка. А что об этом приборе, расскажут дети. На что похоже? На щипцы. Щипцы? А что, им ищипать? Можно вот так украсить и щипать так. Когда дед Маск приходит, он читает письмо. Так. А это что такое? Это чтобы видеть. Это, наверное, рука. Ну, механическая рука. Покажи, как она работает. Ее берешь вот так вот. И вот так вот берешь что-нибудь, цепляешься и куда-нибудь ложишь. Ну, подарок, например. Ну, это, наверное, бутылки брать. Куда мы ее потом несем? На кухню. А руками нельзя так? Можем. А зачем тогда вот эта штучка? Если рука болит. Если рука болит, то можно вот этой штучкой взять, да? Да. А если рука замерзла, они ведь в морозилке бывают. Наверху похоже на молоточек. Так. А внизу круглая капула убирается и закрывается. Так. И что вот этим молоточком можно делать? Вот. Бить. Бить кого? За что? Можно бить то, что сломалось. То есть то, что сломалось, и еще добиваем. Да. А на сегодня это все. Впереди вас ждут прогноз погоды и гороскоп. И еще напоминаем, что вы можете выиграть два билета на концерт группы «Непара». Подробности в группе ТКВТВ ВКонтакте. С вами была Елизавета Парамонова. Увидимся в Воткинске.